Всем привет, дорогие друзья! С вами Шпрот Кузьма Гридин и... Юлик Жерешка под столом Драчишка! Бургерный Юлик в желтом сырном свитшоте И мистер Энн Мистер Энн все про всех знает Юлик, вот прошла неделя Как мы с тобой виделись, кушали доширак Да И сейчас мы не как свиньи, которые до этого сожрали Духуище дошираков, на шпроты накинулись Будем дегустировать шпроты Что ты знаешь о шпротах? Что они очень жирные Что они очень вкусные в разумных количествах В общем, у нас сегодня шпроты Шпроты это пиздец Сами бы вы никогда, наверное, не попробовали все шпроты, которые мы сейчас попробуем Потому что вы бы пожалели свое здоровье Поэтому это сделаем мы Мы попробуем каждые шпротины по чуть-чуть напопробуем Так, у меня есть одна хорошая, но другая плохая Какая шпротина самая вкусная? Что, какие у тебя? У нас есть палочки Нету вилок, но есть палочки Хорошо Но проблема в том, что только одна Чувак! 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 Я нашел решение Чувак! Открывай! Чувак! Типа, камон, чувак! Вилочка! Нормально У нас осталась запасочка с предыдущего выпуска Так это что, второй не открываешь? А, ты палочками хочешь? Так падать же будет, брызгать Так я же, Азиат Давай Окей Что это у нас? Не, ну давай хоть какую-то подводочку Подводочку? Шпроты были придуманы В Шпротленде Король Шпрот Так и сказал Хочу рыбу Чтобы вкусно было Охуеть Не дешево Сказали крестьяне Король Шпрот Все сделаем Назовем в честь вас Так и появились Шпроты Так, давай начнем Шпроты В масле Фирмы Вкусные консервы А есть Шпроты В сливочном масле А не в подводочном Я нашел только Шпроты В томатном Вот одно из каких-то наведений Сделайте кто-нибудь Шпроты В сливочном масле Я вас умоляю Итак, друзья Шпроты в масле Смотри, только не брызгай Шпроты, брат Опа Молодец А у тебя просто может соскочить И твоя рука В твою руку вопьется консерв Нет, я очень сильный Я все контролирую Я безумно сильный Бля, безумный Юля Хули ты творишь Ооо, это оно, блядь Ой, посмотрите Какая девочка, блядь Слушай, тут жира 95% Мне кажется Что это? Да нет Это диетические шпроты А давай посмотрим Мне интересно Ох, какое амбре пошло, братан Рыбное Друзья, я нашел лаваш Слушай, а жира всего 6 грамм на 100 грамм Как в говядине Серьезно? Что-то они пиздят, блядь Смотри, какая мягкая Что нахуй, какие 6 грамм Нет, вот, жир 32 грамма А, я потому что томатный смотрел 32 грамма А тут и тут 32 грамма На треть это блюдо состоит из жира Ну еще и круто Все шпроты пахнут одинаково Жалко, что ты чеснока не купил Чувак, с лавашом круче Они какие-то не очень Я не чувствую Вкусно, но не солено Нету копчености Угу, и солености На упаковке создатели вам прямо говорят Натуральное копчение Ты думаешь, ебать, сейчас классно будет Как будто, блядь, мангал кто-то жарил нахуй И пришел домой Так пахнуть будет А в итоге так не пахнет Потому что это натуральное копчение Есть копченость, но она легкая Вот когда ты прям чувствуешь Это не натуральное Больше жира чувствуется Вот этим вкусным консервом я ставлю Даже дизлайк Дизлайк Меня не впечатлили Нормально Не впечатлили Давай что-нибудь жесткое Типа знаешь, что Жесткое хочешь? Фирма Барс Давай фирму Барс Барс, шпроты в масле Стоит 100 рублей Они все стоят 100 рублей На самом деле Все стоят 100 рублей Ну от 80 до 100 А вот с чем связан Такой разброс цепь? Ох, сегодня У бомжей, которые Ночуют рядом с офисом Кузьмой Будет праздник Ой, как запахло Вот это хороший признак Пахнет кошачьим Чем-то Так это круто Кошачья еда классно пахнет Правда на вкус отвратная Че, вот это достойнее? Да, и вкуснее Больше копчености И больше соли Но соли все равно не хватает И вот меньше жира чувствуется Но я прошу обратить Твое внимание на то Они не такие Вот тот, ты шпрот берешь Вот прям чувствуешь Ты его можешь прожевать А вот этот нет Очень мягкий ты имеешь ввиду По структуре? Твердый наоборот Вот этот ничего такой Лучше намного Лучше Но Нет, друзья Я ставлю средненькое ему То есть ты шпротом, который лучше Поставил вот так вот А в предыдущем вот так вот, да? Нет, в предыдущем Я вот так поставил А этим так Неплохо Я бы не стал из этого делать бутерброды Мне кажется Я считаю, что это будет Друзья, шпроты От фирмы Хунгроу Давай я открою Нет Сейчас опять отломаешь Нет Если ты порежешься Мы не будем прервать обзор Ты, возможно, потеряешь кровь А эти еще сильнее пахнут Я прям тут почувствовал запах Эти пахнут дегтем каким-то У меня была жишка Со вкусом дегтя, кстати, как-то раз Вот не пахнет, как копченая Это твой кусок хлеба Да, твой кусок хлеба Хороший хлеб, блядь Неплохой Мне нравится Вот обычно такие лаваши Не всегда, блядь, засохшие Какие-то твердые А тут, ребят, заебись Хороший лаваш, блядь Это очень странные шпроты Это прям классические шпроты На мой взгляд Ты серьезно? Да Нет Именно такими я их и помню Нет, ребят Тут есть какое-то такое Чесночка не хватает Будто сюда лимоном капнули Огуречком Если ты отдельно берешь Ну бы из этих шпротов Не обломно, блядь Я бы все съел, все вкусно Но у нас серьезная сегодня задача Даже так Нет Не рекомендую я эти шпроты, ребят Какой ты хочешь? Желтый тебе привлекает внимание Какой ты первый? Шпроты Вилки Срек хранения годности 30 месяцев с датой изготовления Довольно много Они написаны Ага Когда изготовлено Но хранится может 30 месяцев Ну и похуй Подожди Тянем к хронометражу От нуля до плюс 25 градусов То есть летом можно шпроты пожрать Сидите вы такой Бля О, шпроты Уталюка я жажду О, заебит Знаешь, тут оливочка нарисована Но тут оливочка 100 тысяч лайков Мы с Юликом пробуем коктейль Блендеры сделанные Болеводные, да, коктейли? Адрес местонахождения Надо всегда читать местонахождение Потому что когда мы говорим, что мы недовольны Я как бы подразумеваю, что Идите к ним на завод И устраивайте диверсию Так, все, все Хватит, зебал Такой неприятный Почему? Вот бывает у тебя такое Ой, браток, ты посмотри Омерзительно выглядит Выглядит ужасно, ребят Обезглавленные рыбины какие-то гигантские Слушай, ну может это хорошо? Да, но обратите внимание Сколько жира Он аж до краев Вот я сейчас на это Он тупо налит Тупо налит Тупо налит А ты можешь вылить жир в эту В упаковку от Доширака Я не буду осквернеть Доширак Подобным образом Ебать, ребят Это самые, наверное, гигантские шпроты Что я видел Разваливается прям Не, какая-то ебень Что это? Как эта компания? Вилки? Вилки Сначала вроде пускаешь Что-то прикольное Потом, бля, кислый какой-то Послевкусие остается Как будто это рыба умерла От чумы какой-то Да, да, ты Посмотрите какие гигантские шпротины Это просто, ну Непозволительно Когда ты бухаешь Ты не хочешь такую хуйню Типа закусывать Французский аристократ Маленькие, бля, элегантные шпротики Посмотрите Ну вот это, бля, я понимаю Подход к работе А что это такое, бля Вы своих потребителей За кого считаете, бля За какого-то там, бля Люмпина нахуй Это просто отвратительно Нет, дизлайк Дизлайк этим шпротам Опа, о Премиум Премиум, ребят Написано Премиум, значит Ну, типа, бля Это такая реальная тема Нормальная Как Вилли Вип А я вот еду в Вилли Вип Постоянно у водителей Пальцев в масле от шпрота Да? А потому что он, когда У него бардачок открыт Он там шпротин Ты не видел ни разу? А угощают периодически И угощают Такие, хотите воду и шпроты? Крупновато, да? Пахнет неплохо Но уложено хорошо Крупновато, да, кстати говоря Тут должен быть, наверное, отдельный пункт Как уложены шпроты Очень хорошо Тут хорошо Как шпроты в банке Тут лайк Сослуживает уже пофу А вот это, друзья Те шпроты, наверное, которые я считаю Вот прям Хороши, да? Ну, согласись, реально Европеец бы поставил бы Какой-нибудь свой багет И что они еще едят там, блядь? Багеты только едят А я поставил бы Вот эту банку шпротов, блядь Охуенно Я даже еще одну скушу Хорошие шпроты Отличные шпроты Премиум рыбокомбинат За Родину Потому что это, блядь, шпроты Россия Это шпроты от Родины, нахуй Два лайка Хорошие шпроты, на самом деле Рекомендуешь Шпроты, рыбное меню в масле И копченый в томатном соусе Предлагаю начать с масла Закончить копчеными в томатном соусе Банка легко открывается Это плюс Да, даже ребенок бы смог открыть Большие шпроты пахнут замечательно Оцени запах Вот это хорошо Пахнет, как это будет Трубочный табак Очень дорогой Ты наклонился От тебя прям так пахнуло приятно Очень свежо От тебя мылом пахнет Или чем-то таким На уровне Не так хорошо, как предыдущие Но на уровне А я вот пожалел, что я предыдущим два лайка поставил Потому что надо было этим два ставить А чем один Тебя за Родину называется Так что тебе заслужили два лайка Чисто за название Ну да Хорошие шпроты Роскун? Что за фирма, блядь? Рыбное меню Так мы же ели рыбное меню Нет, вот рыбное меню И вот рыбное меню Рыбное меню до этого мы не ели Мы это заявляем Публично Мы не ели рыбное меню до этого Неплохо, я вот так вот поставлю Не, хорошие шпроты Юля гонит Хорошие шпроты достойные Мне структура не понравилась Нелегко разваливаться Вот вы, к примеру Вот вы такие, типа, заснулись сигареткой Проснулись Вы такие Блядь, а похмелиться надо А что это вот на пустой желудок Вот эти шпротики хорошо было И еще плюс Открывается очень легко Ооо Ай, фу, блядь Пусси джем Заебись И пахнет как пусси джем Ооо, пусси джем Недельная менстра Ай, заткнись Но это нечестная игра Потому что здесь есть томатная паста Мне очень нравится А мне совершенно не нравится Не, ребята, это извращение Сладенько Необычненько Я люблю томаты и томатную пасту И все, что связано с помидорами У меня футболка с помидорами есть Я фамилию думаю поменять на помидор Или помидор Представительный, я считаю Да Я открою свой бизнес По производству помидорных томатов Прикинь Есть люди с фамилией Какашкины, блядь Нет, друзья Два дизлайка, блядь Шпроты с томатами Это какая-то Два дизлайка Хуйня, блядь, ебаная Невкусно Тебе же так понравилось Рыбное меню Рыбное меню охуенно Это просто смазано Да Но это, блядь, с томатами Какой, блядь, здоровый человек В своем уме будет, нахуй Шпроты с томатами Сделаю уступку на то, что Это просто другое блюдо Мы же не оцениваем Душира по меркам шпроты Это тоже не просто шпроты Извини меня, блядь А девушкам Девушкам и понравится Во-первых, блядь Любой человеку Независимо от пол Понравятся шпроты, блядь Хватит Тут не применим сексизм Я имею в виду девушке Понравятся томатные шпроты Это как доширак Зеленый и красный Нет, чувак Это как если бы в дошираке Вместо приправы Засунули, блядь, вот эту хуйню Из бигбона Ты, блядь, ожидаешь увидеть Классную, блядь, четкую приправу Из доширака Которая будет обжигать Твое тело изнутри И снаружи А получаешь, нахуй, вот эту хуйню Мясной соус, блядь, из бигбона Вот что такие эти томаты В этих шпротах Я не согласен, друзья Я не согласен с Юликом Я прямо, если честно, хожусь Вот на той грани Чтобы поссориться раз и навсегда С Юликом и больше с ним не общаться Миллион лайков И мы ссоримся Окончательно Раз и навсегда Не очень доволен обзором шпротов Почему? Потому что, ну, это не то блюдо Которое тебя вводит в восторг Оно такое, типа, шпроты Ну ладно Чувак, шпроты, это деликатес Я подаю в суд на Юлика Кузьма Гридиной шпроты Против Юлии Онежко Самое громкое дело в России в 2017 Меня будет защищать Разумовский А он будет обвинять тебя Ты хотел сказать Нет, Разумовский не прокурор Правда? Разумовский адвокат Правда? А когда происходят подобные дела Это называется административно Гражданские суда Не уголовные Там у каждой стороны есть адвокат Тебя же не государство обвиняет Тебя я обвиняю Мы сегодня сделали очень важную работу Мы первые на русском Ютубе Обозрили шпроты А все, кто обозревал до нас Если есть такие, это не считается Это не считается Мы первооткрыватели жанра обзоров еды Да Короче, всем фут пока, дорогие друзья Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на канал Юлия Онежко Пишите комментарии И, конечно же, ставьте лайки под этим роликом Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok